Юрий, приветствую вас сегодня на нашем пилотном проекте, который посвящен мне общению с настоящими профессионалами своего дела. Я очень рад, что сегодня у меня отчасти выпала возможность, условно, с вашей помощью, немного снять какую-то плиту, завесу, стаинство, за которым наоборот ответы на вопрос, что же все-таки или кто же помогает трейдеру пройти путь от начинающего до профессионального трейдера, настоящего гуру, которому вы по праву являетесь. Поэтому, Юрий, большому спасибо, что с вами на это время. Это благодарность от лица компании «Амаркетс» и от меня лично, потому что я, так же, как и все, ищу возможность для самосовершенствования и общения с такими трейдерами, как вы. Это действительно хороший подход для этого. Ну и, конечно же, осознанная давность, я уверен, от наших трейдеров и инвесторов, которые впоследствии посмотрят запись, которые будут работать и, может быть, каким-то секретом, который вы сегодня, я надеюсь, раскроете, и тоже по поводу успешных трейдеров. Еще раз большое спасибо, Юрий. Вам тоже спасибо. Поглашение, вообще такое мероприятие организовать. Я тоже, кстати, совершенствуюсь и с хорошими трейдерами общаюсь. В частности, вчера Александр Михайлович Герчик презентовал свою книгу, «Курс активного трейдера» называется, по его семинарам созданная книга написана. Мы с ним хорошо общаемся достаточно, он следит за моими результатами. Вообще, да. Вот, так скажем, ну, успеха. Я просто работаю, не то что успехи, успехи, главное, ну, это работа, моя работа. Я вас понял. Юрий, пару слов, знаете, относительно того, ну, можно такие, как вот говорят мои знакомые, сателлиты, чтобы отложилось в подкорке у идей. Скажите, пожалуйста, вы сейчас управляете большим капиталом, чтобы сразу всем было ясно, примерно, о каких деньгах идет речь, и вот, наверное, чтобы совсем уж заинтересовать себя, примерно, сколько вы заработали с начала 2019 года? Если брать пам-сервис компания «Маркетс». Пам-сервис компания «Маркетс», наверное, так не считал, несколько десятков тысяч долларов, это точно, было заработано с начала года. Вот, вообще управляю, в том числе, ну, я нескольких, в нескольких брокерах управляю пам-счетами, в общей сложности, ну, чуть больше полутора миллионов долларов в управлении находится. А с начала, на данный момент, полтора миллиона долларов в управлении. Вот, как бы, к этой сумме больше трех лет шел, поэтому, как бы, это постепенно-постепенно все... Угу. Я прямо уже сейчас представляю, как начинает возрастать интерес, в том числе и к этому видео, и, тем более, к нашей с вами дальнейшей беседе. Юрий, ну, вопросы у меня будут до невозможности простые, в принципе, я попробую выудить у вас, как я уже сказал, информацию о том, как же все-таки добиться таких же результатов, ну, или, по крайней мере, что вам помогло сделать. Расскажите, пожалуйста, как вы начали торговать на финансовых рынках, может быть, как говорят на рынке, послужило что-то капитализатором, триггером для принятия такого решения. И когда вот пришло в сознание, что вы будете на финансовых площадках представлять интерес вот небольшого процента трейдеров, которые действительно показывают реально классный результат. С чего вот все это началось? Ну, вообще, с рынками познакомился достаточно давно, в 2005, не помню, в начале, в середине, компания такая есть, существует Forex Club, у них были программы обучающие, реклама, ну, то есть, год как раз такого дурного развития, в принципе, был. Вот, решил к ним пойти на курсы, пообучаться, ну, что-то посмотрел, потом, конечно, соответственно, сливал там 100 долларов, 200 долларов, в общем, вот так. С переменным успехом, то что-то заработаешь, то заново все потеряешь. В общем, такие обычная жизнь начинающего трейдера, ну, 99%. Ну, да, в принципе, начинаем, вот, потом, как бы, немножко отошел от этого, а вот в 2015 году я просто случайно, ну, как бы, я занимался инвестициями, ну, потому что, как бы, с зарплатами, то есть, точнее, с пенсиями, понятно дело, куда все шло, и нужно было как-то что-то думать, как обеспечить себе жизнь, хотя бы откладывать и тому подобное. Ну, начал разные курсы смотреть по поводу повышения финансовой грамотности, инвестирования, там, в акции, облигации, вот, начал проходить. И случайно на одном из курсов, просто через человек, который эти курсы, познакомился с Павлом Григорьевичем Каспаровым, случайно, он, как бы, набирал небольшую часть трейдеров для того, чтобы обучить их своей собственной торговой. Я про него почитал, оказалось, что у него интервью на Форекс-клубе о том, что он успешный, реально трейдер, я, ну, как бы, он достаточно взрослый человек, ему больше 60 лет уже, далеко за 60, вот, ну, решил, как бы, почему-то меня, как бы, все-таки подвигло на то, чтобы я все-таки с ним начал сотрудничать и обучился его системе, рассказал. Система достаточно, ну, простая, на первый взгляд, понятная, и, как бы, для меня, казалось, она ложится на мой характер и на мое видение вообще рынка. И я начал, ну, у него обучился, начал работать. Юрий, а это, получается, в каком году произошло вот вы... Это в 2015-м. То есть, получается, у вас был довольно долгий путь с 2005 по 2005. Да, 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 10 лет я фактически вот болтался туда-сюда, как-то, как бы, вообще решал не заниматься этим вообще, то интерес все-таки просыпался, там, раз в году, там, все-таки, там, закинешь, там, даже больше суммы уже потом шли, там, 500 долларов. Даже смотрел бинарные опционы, думал, как-то все-таки интересно, что, ну, легко же, вроде, что тут график, ты же смотришь, понимаешь, что куда пойдет, а не все так просто с этими бинарными опционами. Согласен, да, это правильно. Поэтому я понимал, что это, как бы, очень сильно похоже на игру, азартную игру в казино. Вот, кстати, в казино я тоже частенько заглядывал в эти промежутки. Что самое интересное, оказалось, что характер мой достаточно такой, хоть и азартный, но здравомыслящий. И, как оказалось, с казино я все-таки в плюсе вообще ушел, перед тем, как их закрепить, запретить. Потом немножко начал увлекаться покером, техасским холдемом, как раз еще до запрета ходил в некоторые заведения, где можно было онлайн поиграть. Очень хороший, я вот очень-очень жаль, что его просто запретили, поскольку это реально хороший инструмент для того, чтобы, собственно, мышление поднять, понять, какие вероятности, как, в общем, можно, психологию очень хорошо развивает. Он, конечно, переместился в онлайн торговую, ну, как бы он в онлайн. Да, я вас понял, онлайн площадки. Но это уже не то, да? Да, да, да. Ну, и действительно, любой деятельностью нужно заниматься полностью, ей отдавая себя. Если вы, например, тот же самый покер будете просто играть, поигрывать, ну, это вы будете просто проигрывать. То же самое на Форексе 95% проигрывают, потому что не совсем отдают себе себя всего этой деятельности, полностью изучают ее, как что происходит, развивается. И этому нужно уделять очень много времени. И поэтому для меня покер как бы отошел на второй план, поскольку у меня родился ребенок, и нужно было выбирать. Хотя на поприще покера я тоже достиг достаточно хорошего успеха. Я участвовал в больших турнирах МТТ и выиграл достаточно крупные суммы, занимая там вторые, третьи, четвертые места. Ну, и разок даже первое место занял. Это, чтобы понимали, это несколько тысяч долларов за раз. Юрий, вот я уловил два для себя тезиса сейчас. То, что вы довольно были успешными в казино и в бокер. То есть, либо вы очень удачливый человек, либо, что мне кажется гораздо более вероятным, у вас везде есть своя система. И неужели вот за 10 лет не получилось выстроить эту систему на финансовых рынках? Вот до того, как вы не познакомились с Каспортом. Ну, дело в том, что так как времени все-таки не было, и я не обращал все-таки внимания на Форекс. Форекс для меня все-таки отошел на другой план. Это единственная сфера, в которой у меня не получилось. И какое-то желание было все-таки опять-таки огнуться. Тогда не получилось, да. Но потом, в течение 10 лет, которые я фактически немножко переосмыслил вообще подход к таким видам деятельности, в частности, как раз через казино и через покер, немножко пришло осознание того, что вот эти все моменты, нужно психологически к ним подходить, держать себя в руках, понимать риски. И это очень важно. На самом деле, понятие этого риска, какие деньги ты можешь потерять, с какой вероятностью, вот это очень-очень серьезно. И потом, опять окунувшись в Форекс, с системой Каспарова, который предоставил мне такую возможность, там в этой системе, кстати, как раз и основное идет money management. И поняв, как бы, что совсем другие цифры, совсем другими суммами можно работать и при этом зарабатывать, я понял, что мне подходит, я вполне спокойно себя чувствую, ощущаю, сплю по ночам. Хотя многие думают, что работа такими большими суммами подразумевает то, что я просто вообще, ну... Да, согласен, это определенный уровень ответственности. Я, пожалуй, попробую дальше чуть-чуть развить, с вашего позволения, эту тему. Да, ответственность, она, конечно, никуда не девается, но реально такими суммами работать, конечно, проблематично, поскольку ты видишь в терминале совершенно другие суммы. В чем и отличие PAM-системы от копирования, потому что копирование подразумевает то, что вы можете там свои тысячи долларов работать и вас будут копировать, и вы можете деньги большие получать, но когда у вас PAM-система, и у вас все деньги фактически, у вас видны в терминале ваших инвесторов, вы видите весь там текущий убыток, например, который может при долгосрочной торговле висеть и у вас как минус. И это не для каждого, не каждый может это пережить. Юрий, хотелось вас спросить, но, наверное, больше вопроса, который принято адресовать каждому успешному трейдеру. Вот какой индикатор используете, следите за новостями. Ну, я понимаю, что это совершенно не вашего поля, скажем, вопроса, потому что вы, как уже отметили, работаете по уникальной системе, вот с которой вы познакомились. Но, опять же, я сейчас не хочу оставить крест на техническом анализе, потому что уверен, что смотреть это видео будут и технари, так же, как и фундаменталисты. Я, вот, кстати, если знаком с моим аналитическим творчеством, я делаю очень большой акцент на фундаментальный анализ и считаю, что если в нем, если быть внимательным к нему, особенно на довольно длительную перспективу времени, можно своего рода получить ответы относительно того, что на такую же перспективу произойдет с тем или иным инструментом. Ну, вот в вашем случае, хорошо, что вы сами немножко сместили акцент на, наверное, сути той системы, по которой вы работаете. Не могли бы вы, пожалуйста, чуть-чуть рассказать, на чем основана вот эта система. Я могу ее называть системой Каспаровой? Да, да, да. Мы работаем плотно сотрудничаем. У него, как бы, команда трейдеров, которые торгуют. Торгуем мы, конечно, на своей, но он держит нас всех, как бы, при себе, так сказать. Мы все добровольно решили, что мы в команде, нам лучше и удобнее, и так лучше отстаивать свои интересы, вообще интересы сообщества трейдеров перед какими-то брокерами, либо перед государственными структурами. Это, в принципе, достаточно хорошо получается. То есть у вас какие-то закрытые каналы в Вайбере, например, в Телеграме, в Скайпе, да? В Скайпе общаемся, у нас чаты, как бы, там, градуировка, разбивка по группам, вот, чтобы, потому что некоторые, те, кто управляет большими суммами, они, у них одни вопросы, те, кто управляет меньшими суммами, совершенно другие понятия, и если их всех объединить вместе, некоторые могут друг друга не понять. А вот это общение, ну, оно непосредственно только между управляющими, да? Или инвесторы тоже вхожи в эту группу? Нет, ну, инвесторы у каждого свои, как бы, каждый из управляющих занимается сам привлечением, не помимо того, что компания, вроде как, бренд, да, вот, фактически может привлекаться на само наименование финтехнологи, ну, а каждый из управляющих, он отдельная личность, отдельный управляющий, мы никакими финансовыми, там, рычагами не связаны друг с другом, и, как бы, сами занимаются привлечением, вот. Я сам связан с инвесторами, то есть я с ними постоянно поддерживаю связь по разным каналам, то есть у меня на Фейсбуке канал есть, на Винтакте группа, вот в Телеграме мы постоянно общаемся с ними, то есть, ну, это с основными моими инвесторами, которыми я вот их привлекаю. С площадок, ну, вот, в основном, как раз эта группа инвесторов у вас, брокера, находится, поскольку для нас созданы отдельные условия, именно у вашего брокера, и, фактически, это фонд, частный фонд именно моих инвесторов, под моими правилами. Понял вас. А скажите, вот, все-таки, возвращаясь к системе, или, знаете как, вот, я знаю то, что многие, скажем, многие, как успешные, скажем, хорошо торгующие трейдеры, они дают мастер-класс, например, того, как они торгуют, но вот так появляются последователи, обучаются системе. Я вот, насколько я уловил, вы именно про это говорили, да? То есть, вас научили торговать. Либо это, скажем, может быть, какая-нибудь роботизированная торговля. Ну, нет, ну, сама система, она, как бы, там, несколько из нескольких подсистем состоит. Просто правила открытия позиции, правила закрытия, правила ведения позиции, money management, вот, так скажем, такие насык. Ну, каждая из этих систем, она определенный имеет допуск. То есть, если money management нарушать вообще нельзя, это просто табу, то там ведение позиции можно немножко под себя уже подстраивать на основании своих собственных рассуждений. Ну, и открытие позиции, это вообще целиком на трейдере. Хотя Павел Григорьевич Каспаров, ну, в связи с тем, предусмотрел открытие именно по индикаторам каким-то, которые с неосверленными настройками, которые можно, как бы, для себя брать. И, в принципе, робот-то есть, и даже есть автоматически полностью робот, который может по его системе вести. Но вот именно открытие позиции он оставил, то есть, он сделал еще полуавтоматический робот дополнительно, чтобы можно было просто вот это ведение позиции производить, а открытие именно на усмотрение трейдера. И вот именно открытие на усмотрение трейдера именно и позволяет с этой системой работать лучше, чем она полностью в автоматическом режиме. Потому что у трейдера свои собственные мысли, свой собственный анализ рынка идет. И чем, фактически, чем чаще и лучше анализирует и входит в позиции трейдера, тем меньше в работу вступает этот робот, который ведет позиции потом, и тем больше доходность получается. Я вас понял. То есть, все-таки робот задействуется, да? Робот, да, робот задействуется. Ну, он, это больше не робот, а привод, который помогает трейдеру просто не находиться постоянно возле компьютера, не работать руками, не выставлять. Ну, мы в основном на МТ-5, конечно, работать. Поэтому машина, к сожалению, пока на памах и не может никак с МТ-5 решить. Но если решится это все, потому что мне так вот все-таки потихонечку МТ-4 начинает на второй план выводить. Есть такие тенденции, да. Да, да. Поэтому, ну, через несколько лет, я думаю, не через десяток, но, скорее всего, МТ-4 вообще отойдет. И, как бы, поэтому... Ну, МТ-4, просто я руками работаю на вашей большой компании, именно я работаю руками, чисто руками. У других компаний, на личных счетах, там МТ-5 где стоит, там у меня робот стоит, поэтому там у меня более... меньше всего времени занимает. Но я уже приучился, поэтому, как бы, для меня проблема, как таковой, не составляет МТ-4, и то, что я уйду ему руками. Мы такую легкую рекламу сделали господину Каспару, я так понимаю, что, честно говоря, не занимался изучением этого вопроса, но, судя по всему, наверное, займусь. Я так понимаю, что это школа обучения, которая в открытом доступе. Да, ну, есть сайт... Группа подвижников, как вы сказали, приближенных, и вот он с ней работает. Не то, что группа подвижников, там больше 40 трейдеров, которых он потихонечку обучил, скорее всего, будет больше. Мы с ним разговаривали, скорее, ну, как бы, у него такое желание все-таки около сотни трейдеров обучить, сделать, чтобы они, как бы, работали на свое благо, на благо инвесторов, и каким-то образом уже влиять на решения, которые там принимаются в этой области. А вы не знаете, с чем может быть связано вот это 100 человек обязательно? Какая-то цифра? Может, пока для него вот такая вот цифра хочется. Но я не думаю, что больше... Вот для большего количества это вообще необходимая информация, конечно. Вы всегда хорошо говорите о том, что можно распространять там все. Ну, и реально же люди деньги зарабатывают. И как бы не всегда все можно рассказывать за просто так. За просто так люди иногда не ценят эту информацию. Абсолютно согласен, Юрий. Абсолютно согласен. А обучение платное, наверное, да? Да, обучение платное. Ну, я не думаю, там, по-моему, 600 долларов. В данный момент стоит. Ну, там это включено оплата сервера, оплата годовая подписка на этого робота, который есть, ну, там техподдержка есть у этого робота. Ну, и обновления по системе, которые Каспаров сам лично делает, ну, они как бы не такие сильно значительные, но зависят от того, как рынок ведет себя конкретно. Да, это очень хорошо, когда, конечно, адаптируется система, а не постоянно в свободном плавании, которое выпечено раз и навсегда. Это прям плюс. Может быть, как раз вот эти обновления, и нас и держат возле него. Я бы не сказал бы, что без этих обновлений все было бы плохо. В этом случае у меня. Вполне могу самостоятельно все это вести. Тем более, я понимаю, как это все устроено. Но для меня, я человек такой благодарный, поэтому я рядом с ним нахожусь, потому что человек научил меня тому, благодаря чему я вышел из не очень хорошей ситуации в жизни, в которой я находился в тот момент, когда я как раз пытался найти пути выхода из сложившихся ситуаций. То есть это чисто такие материальные были долги, кредиты, карточки, и еще и развод, и вообще все было очень плохо. Ну, это прям еще один комплимент Каспару, потому что, конечно же, по человечеству помогать – это здорово. Это не совсем обычная история в мире финансов, но это хорошо, что она еще присутствует. Юрий, а вот такой вопрос. Ведь, наверное, недостаточно просто пройти обучение. Нужно как-то себя проявить, либо что-то сделать. Наверняка, если это школа в открытом доступе, желающих очень много. Ну, вы сказали, вот на текущий момент практикующих трейдеров, которые работают в спам-системе разных брокеров, их, в принципе, не так уж и много. То есть нужно пройти какое-то крещение, да? Есть такое вот у Каспарова или нет? Кое-что есть, конечно. Потому что Каспаров берет на обучение только после собеседования по скайпу, либо тех людей, которых привели его уже ученики, которых посоветовали ученики. Ну, есть, конечно, кто-то со стороны приходит, но он обязательно именно с ними собеседование проводит, поскольку он должен понимать, что за человек. Потому что для некоторых людей это просто вообще противопоказано. Работа на рынках, поскольку некоторые люди не могут себя контролировать. И даже эта система не приведет к хорошему результату, а только может поломать жизнь у человека. У нас был один такой управляющий, который пришел, обучился, как бы захотел работать, но он моментально нарушил правила, моментально практически. Превысил разрешенный вход в сделку в 10 раз, соответственно, его вынесло, когда были выборы для Трампа, и когда доллар-иена пошла вверх, и шла-шла-шла. То есть его очень быстро вынесло просто. Система у Каспарова такая интересная, она без стопов вообще. Когда слышат такое, он, конечно, в шоке находится. Но я всем говорю, что, ребят, ну попробуйте, например, депозит на демо-счете, даже 10 тысяч долларов, 5 тысяч долларов, зарезервируйте, и попробуйте поработать с самым минимальным лотом, без плеча вообще. И вы посмотрите, что без стопов. Стопов поработать, можете использовать даже какие-то Мартингейл и тому подобное. Но вы поймете, что достаточно большой у вас разбег для того, чтобы работать и зарабатывать. Когда вы входите большим объемом, который советуют, который рекомендуют на курсах различных по тренингу, это на самом деле очень большой объем. И с таким объемом необходимы, конечно, стопы. И даже стопы иногда и в различных ситуациях на рынках можно не спасти вообще. Спасти может только брокер, если он на счете стандарта, классика или какой-нибудь, где уже... Ну да, вы сказали, с одной стороны, про систему, а с другой стороны, отсутствие стопов. Это немножко несистемный подход, но я понял, что есть какие-то стучки. Ну получается, что, видимо, портфель из тех инструментов, которые вы используете в торговле, он как бы взаимодополняется и взаимодополняется. Да, да, да. В этом небольшая тоже такая секретность. Вот, ну, конечно, очень большой объем инструментов, причем одновременно, может вестись. как бы они взаимно... Так как пары состоят из двух валютных валют, они могут быть... ну, хеджироваться одновременно одна с другой. То есть, в принципе, даже если какое-то большое движение, то какие-то пары закрываются в плюсе, в тейк, другие входят, конечно, в минус, но так как минимальным лотом заход, там, поможет, как бы, добирать позиции, добирать объемы, вот тем самым фактически усредняя цену, уменьшая вход, точнее, цену входа уменьшая, там, либо когда продают... Ну вот, например, если вы получаете... Немножко вот я внесу ясность, поскольку, ну, 100% будут вопросы. Если я вас правильно понял, если рынок движется не в ту сторону, в которую вы открылись, вы, ну, как уже было сказано, стопов нету, вы можете просто использовать инструмент, чтобы, скажем, стать в противоположную сторону, но инструмент, который с высокой степенью корреляции, да? Или большим объемом? Да, ну, да, можно и так, большим объемом становиться смысла никакого нет, но дело в том, что сам заход, первоначальный рынок, он предполагает ошибку трейдера, причем очень серьезную ошибку, потому что, как бы, мы просто заходим очень минимальным лотом, и если у тебя произошла ошибка, ну, как бы, мы просто набираем позицию, набор позиций идет, и потом уже он закрывается в плюс, когда набрали уже достаточно большой объем, и фактически цену мы подтягиваем под определенный уровень, вот, по поводу того, что мы работаем просто не на, там, 10-минутных, 5-минутных, там, полчасовых графиков, так и понимаем, а работаем вообще на дневных, поэтому, например, как раз ваш фундаментальный анализ вполне, ну, вполне хорош для нас, как для трейдеров, поскольку вы также большие, да, долгосрочные движения можете подсказывать, куда все-таки двигаться. В принципе, мы и индикаторы используем, которые показывают перепупленность, перепроданность, ацеллятор, некоторые индикаторы, которые также показывают возможность разворота такого движения, либо дальнейший поход в том же направлении. Это вот прекрасно, потому что хотели услышать трейдеры, особенно технари, что все-таки есть еще и опора и на технику, и, наверное, хотели услышать фундаменталисты без определения трендов. И в обязательном порядке есть фундаментальный анализ, обязательно смотрятся новости, какие выходят данные, поскольку они, ну, хоть в последнее время больше твиттер у нас работает, да, они индикаторы экономических, экономические показатели стран, но все-таки смотреть нужно новости, хотя для нас, ну, как бы, мы не работаем именно на этих новостях, просто для информации, что вот какие могут быть последствия после опубликования там придуманных данных. Юрий, а если вот сделки не закрываются, вот, к примеру, они открыты какой-то период времени, вы все равно уделяете внимание фундаментальному анализу? Не бывает так, что он начинает противоречить вашей активности? Ну, бывает, конечно, но вы все равно не понимаете. Нет, ну, я не закрываю сделки, но я их веду, получается, она не бросается, то есть, есть такие системы, которые там скальпят, да, когда вроде он скальпит, скальпит, а убыточную сделку он оставляет, и она у него там висит вообще неделями и больше, потому что она вернется, хотя вы можете просто размазать полностью депозит и в ноль превратить. но в этой системе сделка хоть и остается, но она постоянно ведется, то есть, она в работе постоянно. Но это не красивая эта система, да? Она, в принципе, так устроена. Это система, да, так устроена система, но как бы у меня были такие сделки, которые длились около года, но я по ним получал огромный профит, потом в итоге, который, если разделить на общее время, которое я находился в позиции, даже со всеми с его минусовыми, с той прибылью, у меня получалось определенный процент средний, который давала бы эта пара, если бы я ее закрывал там раз в день в небольшом плюсе. То есть, вот такие вот. Прямо настоящий грааль. Ну, не сказал. Я помню, как не скажешь. Грааль, потому что вот из 40 человек, которые у нас есть, где-то половина зарабатывает больше, чем 20%, а половина меньше, чем 20%. И это все зависит от психологического, от характера. свободно? Да, да, да. Но они практически все положительные. Там есть два человека, которые, одна девушка, она немножко решила обмануть саму себя, вот, соответственно, нарушила и ушла в минус, но сейчас вроде бы пытается вернуться в состояние и эти минусы, ну, потихонечку у него минусы эти уходят. Вот. И один человек тоже просто как бы так думает, что это все малоприбыльно, вот, и считает, что у него не получится. Ну, просто реально испугался и закрыл сделку в минусе, а теперь ее просто отрабатывает. Ну, так же, как и у него. Вот. А в основном получается все, кто обучился, все работают в минусе. то есть в среднем годовой их доход от 12% это получается. Если вы пересчете в валюту, то, что это в долларах, депозит, вполне хороший инструмент и результат того, чтобы самостоятельно работать. У нас в основном как раз и люди, которые управляющие, они из инвестиционных таких кругов больше. Вот. Поскольку кто-то захотел сам управлять деньгами не через доверительное управление, а именно сам. И, в принципе, многих из них устраивать доходность 12-20% годовых это для них очень хороший результат. я считаю, что для меня будет 25-30% на большой депозит, на мой личный, это вообще круто и ничего вообще не нужно в жизни, потому что работает сложный процент, работают большие деньги, и это реально огромнейшая доходность, при помощи которой можно стать миллионером или долларом, причем достаточно небольшой промежуток времени. Это да, я, по-моему, даже как-то считал вот эту пропорцию примерную, там было, конечно, не 20%, а поменьше, но в любом случае с капитализацией действительно за 10 лет это многократное увеличение. Да. То есть не то, чтобы в несколько раз, а в 10. Это супер. Юрий, а вот все-таки вы сейчас сказали, общаетесь с Каспаровым, да, то есть он знает, какая активность там на ваших счетах у разных брокеров или нет? Мы все вместе сейчас такой известный канал Utrade TV с Игорем Суздальцевым, там выступаем практически каждый день кто-либо из нас. Мы все находимся вот в одной как бы вороночке, вот крутимся рядом. Он, конечно, знает, он следит за всем этим. Постоянно на связи. Но нет такого, да, ребята, сегодня открываем такую-то, такую-то сделку, сегодня закрываем. Нет, такого-то нет. У него могут быть какие-то рекомендации по поводу того, чтобы будьте внимательны там, что-то, у вас возможно какие-то данные, показатели, может какой-то инструмент туда-то уйти, может в связи с этим изменить параметры системы, сказать, ребята, давайте-ка уменьшайте лотность, что-нибудь такое делать. Ну, просто быть аккуратным. и все. А так, чтобы все, сегодня входим туда, нет, такого-то нет. Ну, понятно. А если не секрет, какие инструменты сейчас составляют основу вашего памп-сервиса, вашей торговли? Валютные пары, ну, основные и ну, как бы евро, доллар, фунт, наверное, да? Да, ну, в основном, конечно, я кросс-курсы использую, прямые пары, они уже больше отходят на второй план, в основном груз-курс. Практически все. Каких-то любимых избранных активов нет, вот, почему я спрашиваю, у меня в свое время удалось заработать очень неплохо на Евросвите, еще, когда действовала минимальная привязка, тогда очень долго я возле этого уровня топтался, там, один и два, и в итоге рад, что я в свое время обратил внимание на эту пару. И теперь я всем рассказываю то, что Евросвит это прекрасный инструмент. У вас нет таких активов? Есть, есть такой актив Евроканада, вот, для меня почему-то лично, я просто статистику смотрю, как что происходит, вот, лично Евроканада у меня очень хороший результат всегда дает, причем результат такой, который отличается от остальных валютных пар в два раза. Почему-то у меня по нему хорошо дается торговать, по определенным причинам. Ну, я понял, у каждого свои определенные причины. Я даже их не могу не сказать, вот просто смотря статистику, а Евроканада лучше всего, вот как так, вроде параметры те же самые, никаких там тейк-профиты, они не увеличены от других пар, то есть, примерно такие же пропорции, как и есть, но эта пара почему-то подходит под торговать. Понятно. Юрий, а пам-сервис, он принципиален для этой системы или можно работать просто на обычном счете? Можно работать на обычном счете на своем, ну, как бы, Пал Григорьевич Каспаров, он пам-сервис использует именно для того, чтобы больше популяризировать свою систему и вообще себя как 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 идея на вдохновителя, да. Вдохновителя, да, 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 вот. Ну и, соответственно, вообще сам пам-сервис, он очень хороший, даже рекомендую, даже если вы не хотите управлять чужими деньгами, вы можете просто галочку поставить, вас никто не будет инвестировать, но это фактически является публичным счетом, а публичный счет это всегда хорошо, это самого себя немножко дисциплинировать, потому что, ну, когда у тебя свой счет, ты, никто его не видит, никому ты не видит, ты сам себя слил, сам себе придумал, что у тебя какая-то причина была к этому, обманул, так скажем, самого себя и все у тебя хорошо. Реальность, конечно, такова, что все нехорошо. у меня было порядка 15 слитых депозитов, именно работая с этой системой, да? Работая с этой системой, слава богу, ни одного депозита не слил. Это то, что за 10 лет до этого было, ну, там, маленький депозит, конечно, 100, 200, 500 долларов, 1000 долларов. В общей сложности вообще за 10 лет я потерял порядка 5500 долларов в общей сложности. И потом, после того, как с темой Каспарова познакомился, в течение полугода я отработал все эти минусы, они у меня все записаны, у меня все оформлено, то есть с брокером я смог связаться, посчитать, сколько реально я денег потерял, в рынок завел, потому что психология человека такова, что не записывая, не помня, сколько ты вводил, сколько ты выводил, ты просто психологически думаешь, что у тебя все хорошо. Но вот у меня есть некоторые друзья, которые работают в брокерских компаниях, которые скидывали информацию о некоторых клиентах, которые считают, что они в ключе. На самом деле там минусы огромные, просто огромные еще минусы, которые несопоставимы даже сопоставимы с теми суммами, которыми я управляю у некоторых клиентов. Есть такие клиенты, но они считают, что у них все в порядке. Юрий, под вашим управлением сейчас, по-моему, миллионы долларов, да? Полтора, полтора миллиона. Полтора миллиона. И я согласен, что это безумная ответственность, но вы как-то свыклись уже с ней, да? То есть вы правильно подметили, что свой депозит это одно, а когда под ответственностью такие солидные деньги... Дело в том, что я в основном мои деньги тоже в этих же памах находятся, то есть капитал управляющего, либо инвестиционный счет именно мой, то есть я совместно с инвесторами. Плюс дополнительно, конечно, инвесторов необходимо обучать тому, как необходимо инвестировать, точнее, их подстраивать под свой стиль торговли, под свои риски, поскольку если вы и инвестор несовместимы по рискам, то это будут очень серьезные проблемы и для вас, и для него, поскольку если инвестор не понимает, что вы можете, ваш счет может уйти в 10% просадку, есть такая вероятность или даже вообще слиться, то как инвестору с этим работать. Поэтому например, те инвесторы, с которыми я работаю, в основном я для них провожу вебинары, провожу разъяснительную работу, пишу в чатах, чтобы они понимали, что на рынок Форекс заводить в ПАМ, в чужие счета необходимо не более 10-20% вообще своих инвесторных средств. Ну, они у меня многие такие как раз инвесторы, которые акциями торгуют на долгосрок облигациям, бизнесы инвестируют в различные займы и тому подобное. И у них у всех максимум 20% собственных средств именно в ПАМ счете. То есть даже при полном сливе это будет не смертельно для них. Хотя я никогда не такую возможность, что может случиться, не кто думал, что Франк в 2014-м году, что такое произойдет. Никто. Это черный лебедь, он прилетит. И кто скажет, что не может такое же случиться в будущем, причем в большем объеме, в большем масштабе. Это верно. В общем, для вас идеальный инвестор это тот, который слушается вас. То есть слушается управляющая. Да. Ну, поскольку мы в одной лодке фактически находимся, они зарабатывают, зарабатываю я. Если они будут нервничать и фактически при какой-то просадке выводить средства, они фактически будут фиксировать себе убыток и они будут чувствовать, что они потеряли. Они будут недовольны. Меня это не устраивает. Я хочу, чтобы клиенты мои были довольны, чтобы инвесторы получали деньги, жили спокойно, выполняли свои цели, которые какие-то инвестиционные, долгосрочные и на это им хватало денег. С моей помощью. То есть те инвесторы, которые у меня есть, за три года скопились, они вообще не хотят ничего больше. Я их очень сильно торможу, чтобы они не вводили денег. Реально, потому что очень большой соблазн при такой доходности, которую я показываю, третий год подряд, получается 75% годовых, это именно годовых реальных на депозит. Очень большой соблазн завести больше денег, чем я рекомендую. Но я не советую этого делать никогда и никому, поскольку если у вас 10-20% и 50% это всего 10% от вашей суммы потеря, но если вы 100% заведете в ПАМ и у меня будет 20-30% просадка, 30% вы уже будете волосы на голове рвать, станете как я примерно. И будете плохо спать и возможно даже сделают мне что-нибудь плохое. Минимум пожелают. Да. Вот, кстати, наверное, рекомендация просадки у вас нечастое, наверное, явление? Нет, нечастое, но бывает раз-два раза в год достаточно серьезные просадки. Ну, в последнее время чем больше депозит, тем просадки меньше, на самом деле, становится, поскольку риски всегда, по системе риски немножко снижаются, хотя и доходность от этого, конечно, страдает немножечко, но это терпение. просадки в последнее время, конечно, была 40% просадки 3 января, моментом, когда все пары, рынок тонкий такой был. Ну да, это форс-мажор был тогда. Форс-мажор просел и на 40%, но с учетом того, что до этого была просадка уже там процентов 20, то есть вот именно 3 января просел на 12% всего. Если смотреть по другим управляющим вообще на других площадках, все очень было серьезно, те, кто был в рынке, их просто вынесло. А вот в этот момент ваш парфейль уже был сбалансирован или вы проявляли какую-то активность, чтобы... Вы же не знали, что рынок остановился, правильно? Конечно, не знал, не знал. Он просто было в работе, все было в штатном режиме, робот отработал хорошо, то есть там, где робота не было, вот у вас даже меньше просадка была, поскольку я не мог ничего сделать, ну, просто и, конечно, общая доходность немножко пострадала, но ничего такого страшного не было. То есть утром я, когда проснулся, увидел такую ситуацию, я начал дополнительно делать движения, которые позволили также выйти из этой ситуации достаточно хорошо. Если бы рынок остался там же, либо начал падать дальше, были бы просто другие действия. Но вы к этим действиям готовы сами, да? Или вам нужны были бы консультации? К этому я готов. Я вот к чему веду? Так может быть, опять же, те, кто посмотрит это видео, может быть, обучение у вас пройти? Я не любитель обучать. И понимаю, что обучение человека это больше как бы сам обучаешь и сам обучаешься, Я обучил одного человека, в принципе, не жалею об этом, но он тоже в нашей команде работает. Это Андрей Евграфов, мы вместе в высшей школе экономики учились, достаточно очень хорошо воспринял, фактически конкурент. Юрий, могу допустить и предположить, что работая с такими деньгами, наверное, это ваша основная деятельность, да? То есть рейдерская ремесло. Последние два года живу только с этой деятельностью. Приходится контролировать, следить или нет. Я это к тому, что много времени на это уходит. Ну, бывает, что уходит, конечно, время, но свой распорядок дня я таким образом распределяю. То есть я просыпаюсь, в зависимости того, как у меня получилось, может, ребенок маленький. Бывает спит, а бывает не спит. с утра просыпаюсь, там пока какие-то дела, где-то полчаса у меня уходит на то, чтобы я по всем своим терминалам, брокерам проснулся, посмотрел, что произошло за ночь, если что-то не так, потому что в разных брокеров, разные позиции, с разным объемом. Ну, и время. Да, да, поэтому какие-то тогда открыты, когда другое время открыты, поэтому нужно каждый инструмент у каждого брокера это отдельная история, так скажем. Мне полчаса, в принципе, хватает на то, чтобы шесть щитов, которые у меня есть, провести, просмотреть. Затем... Ну, то есть полчаса в день, получается, или нет? Полчаса это только с утра, днем тоже это полчаса и вечером. Ну, полтора часа это минимум, который я трачу. Ну, конечно, это немножко такая, вроде как, мало вроде времени тратится, но на самом деле находишься постоянно в рынке и телефон постоянно при себе, то есть в любую свободную минуту ты смотришь, настроено уведомление, которые говорят, совершила сделка или не... Ну, как это, совершила сделка, там, да и там, еще что-нибудь. Ну, самое главное, семья счастлива, правильно? Вы ведь постоянно с ними и полтора часа. Ну, что такое полтора часа, когда обычные размеренные будни это 9-10 часов в лучшем случае за пределами... Здесь двоякий такой момент. С одной стороны, конечно, это хорошо, когда с семьей и постоянно, но с другой стороны необходимо все-таки уделять время и работать. А вот работа дома это немножко своеобразно. Все к этому хотят прийти, но реальность такова, что это не совсем многим подходит, поскольку отношения семейные могут страдать от того, что постоянно нахождение есть. Может не хватить... Да, да, людям не хватить именно общих тем, о которых можно поговорить, общих каких-то интересов, которые можно сделать совместно. Ну, с женой в принципе все в порядке. Хорошо. Владимир? Я вас понял. Юрий, у меня еще, знаете, какая вот прям задача, я прям ее вижу сейчас, показать всем, что вы не просто блестящий управляющий, который работает с колоссальной суммой и имеет такой же серьезный доход. Вы проводите время с семьей и наверняка у вас есть какой-то досуг. Как вы свободное время проводите? Вот, ну, выходные те же, суббота, воскресенье, там можно успокоиться, выключить терминалы, точнее, они просто работают. Не, ну, суббота у меня в основном занята, поскольку как бы для меня суббота является днем подведения итогов. И это неприкосновенный день, который я в обязательном порядке делаю, поскольку я отчеты делаю постоянно и еженедельно их выкладываю обязательно в субботу и это табу, которое нельзя нарушать. Это моя дисциплина, мое подсчет всего, что произошло. В общем, суббота рабочий день. Наверное, самый загруженный день, да, в неделю. Такой, чтобы сильно загружен, ну, полдня мне хватает на то, чтобы все это сделать. А так, конечно, прогулка с сыном, прогулка с женой полез. Совместный носок какой-то. Это воскресенье, да? Да, да, ну, можно и в субботу, как бы, но во второй, по-моему, не. Ну, в общем, это не сильно такое, прям вот, с утра сел, и пока не сделал, все, не ушел. я могу делами там заняться, потом вернуться, в принципе, просто, что выходные, за выходные я должен сделать определенные дела, которые нужно сделать. Это можно даже сделать после того, как с 10 вечера до 12. попозже лиц, ничего страшного. Телевизор я не смотрю, у меня время, время не есть. Соцсети, конечно, иногда отвлекают ленты. такие события. Юрий, наверное, последний вопрос, который я вам задам, вы и так потратили уже час на интервью со мной. Этот вопрос даже больше общего порядка. Вы, как состоявшийся управляющий, вы знаете портрет идеального инвестора. Какой бы вы совет могли дать тем, кто только встает на путь вот этого инвесторского и ремесла управляющих? Ну, так, в целом. В целом. Ну, во-первых, конечно, если вы хотите этим заниматься, вы должны понимать, что трейдинг это вообще-то один из самых сложных, одна из самых сложных профессий. Не так все просто, как выглядит со стороны. Хотя я, конечно, не так, чтобы сильно много времени занимаю своего. Но для того, чтобы столько времени тратить, приходится перед этим очень много поработать. С детства у меня так получилось, что сначала сильно много затрачиваешь, потом выезжаешь на то, что у тебя есть. вот я примерно сейчас в этой ситуации. Но чтобы реально быть трейдером, быть управляющим, это нужно очень серьезно попотеть. Серьезно попотеть. не то, что вы занятие спортом в спортзал ходите. Ну, я вас помню. Я думаю, все тоже поймут. Постоянная работа, постоянное обсуждение, постоянное обучение, нахождение постоянно в рынке. В рынке, да. Это знакомо. по-другому нельзя. По-другому вы просто будете терять, вы будете около рынка находиться, вы будете обманывать сами себя, обманывать других. Так что инвесторам совет, если инвестируете в управляющих, обязательно с ними связывайтесь, обязательно узнавайте, что у них за система, каким образом они работают, поскольку каждый управляющий это человек, и нужно знать некоторые моменты, человек работает, потому что для инвесторов их инвестиционные стратегии очень сильно зависят от системы, по которой работают управляющие. Если управляющий, который скальпер, инвестор скальпера, он совершенно не подходит, любый его подход не подходит, если управляющий долгосрочно позиционный, как я. Это два различных вида инвесторов, они совершенно по-разному должны инвестировать, чтобы самостоятельно заработать деньги, поскольку инвестирование по сути является таким же очень сложным делом, как и трейдинг. Иногда даже, мне кажется, что даже более сложным, поскольку там вы доверяете деньги другому человеку, и это психологически сложнее. Вы не знаете человека, незнакомого, даже если вы знакомы, все равно это другой человек, это не вы. Вы сами себе только можете практически доверить, особенно деньги. Юрий, огромное вам спасибо за то, что опять же уделили нам время. Я уверен, что вы, ну я слышал, я первый человек, который впитывал как губка все, что вы сейчас рассказывали, это дальше будет известно большему количеству трейдеров и инвесторов. Информация очень полезная, я вам благодарен за вашу открытость, в данном случае вы все сказали как есть, это прекрасно, замечательно. Ну, может быть, можно было бы что-нибудь интересненькое рассказать непосредственно про стратегию, но я уловил тонкий намек, что есть найти, У другого человека он больше расскажет и лучше, поскольку это будет с первых рук. Я действительно одного человека обучил, я ему дал те знания, которые, как я считаю, это ему помогло очень сильно, но все-таки лучше, если Павел Григорьевич Касхваров сам будет рассказывать. Тем более, я говорю, не все получают то, что о чем хотели. Не всем получится зарабатывать 50% годовых, это 100% не всем. У нас 50% годовых это несколько человек. Ну, это, наверное, агрессивный трейдинг. Это как бы рискованный, загрузка не позитивная. Риски примерно одни и те же, каждый человек по-своему мыслит, по-своему может относиться к самому рынку. Ну, частично это, конечно, риск, но риск не такой, как больше загрузка, а риск именно по тому, когда входить в позицию, как часто ты входишь в позицию. Может человек очень долго ждать, чтобы войти в позицию 100%, чтобы у него был тейк и не не упускать просадку какую-то дополнительную. У нас очень много хороших управляющих, которые в годовую просадку не уходили. В 5-7% в просадку, но зато доходность 20-25-30, то есть разница между просадкой доходностью в 5-6 раз это очень хороший результат. И кому-то такой вариант очень хорошо заходит из инвесторов. У меня, например, 40% просадка при 70% доходности это, конечно, намного хуже, но самодоходность, конечно, она позволяет заходить отзывая на просадку. Да, да, да. То есть это инвесторам больше все-таки в основном все люди, все хотят денег. Сильно о рисках мы задумываемся только когда они случаются. Юрий, еще раз вам большое спасибо. Может быть, я думаю, что к этой практике мы еще и вернемся, возможно, даже с вами, если будет, скажем, интерес с вашей стороны, поскольку уже предвкушаю, что многие хотят и заинтересоваться, в том числе и вашей вам стратегии и тем, как вы работаете, может быть, даже вот школы Каспаровой. В общем, большое спасибо. Вам, Артем, спасибо. Спасибо. Тогда больше вас не отвлекаю. Еще более успешной вам торговли, меньших просадок, колоссальной доходности, большего количества инвесторов и 10 миллионов счетов, хотя уж не знаю, нужно ли вам брать такую ответственность. Ну, вам виднее. Хотел еще тоже вас поблагодарить и вообще сказать, что напоследок по поводу самой компании Маркетс, я очень доволен вообще сотрудничеством с вашей компанией, считаю одной из лучших эту компанию. Открывал счет именно по совету одного хорошего человека, конечно, знаете, руководителя финансовой комиссии Петра Татарникова, он очень хорошо от вас отживался, тем более, я так понимаю, знает все поодноготному и плохих советов он людям не дает, близким, так скажем, знакомым. Приятно, приятно. Я считаю, что у вас большое будущее, тем более, у вас очень хороший маркетинг, очень хорошее направление по привлечению клиентов и очень хорошие условия по работе. То есть компания достаточно серьезная. Я думаю, это один из лидеров данного пластина. Спасибо, Юрий. Очень благодарны за позитивный фидбэк. Еще раз благодарен вам за сегодняшнее интервью. Больше вас не отвлекаю. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.